Здравствуйте дорогие подписчики, с вами Константин и я наконец-то покажу вам небольшую новую серию про One Piece Unlimited World на PlayStation 3. Дело в том, что игра отказывается идти по сюжету до тех пор, пока не будет расстроен город, в котором находится команда Луфи. Дело в том, что чтобы его расстроить, нужно выполнить тьму тьму тьмущую, тьму тьмущую, еще раз я на это сделаю большое внимание, квестов. И квесты там не просто какие-то интересные, а по всем тем же территориям нужно пройти, то есть там поймать 12 рыбок, потом собрать кучу белок, потом собрать травы, потом денег, потом кого-то еще убить. И все это по тем же самым территориям, я убил уже бог знает сколько времени на это делать, на самом деле очень-очень печально, меня это расстроило, но выбора у меня нет, к сожалению. Вот эта серия в принципе ничего нового в сюжете у нас не несет, единственное что у нас, наконец-то какое-то задание есть на то, чтобы убить нового противника, это Ло. Поскольку мы с ним раньше не сталкивались, я решил вам это показать, потому что показывать абсолютно не сюжетные линии, где нужно заниматься просто каким-то фармом, довольно кухой, если честно, вот я решил, что это не нужно. Так, вот эти слизни, насколько я помню, у нас довольно сильно отравляют, но я специально взял в команду сейчас Санджи, потому что Санджи у нас может по крайней мере лечить это дело. Потому что без хила на самом деле очень тяжело. Некоторые квесты, кстати, там довольно тяжелые, то есть нужно пройти всю локацию с Цезарем, то есть самой первой, где мы были, опять убить Цезаря с условием, что у нас будет в команде только один Луфи. В принципе, казалось бы, ничего сложного, но дело в том, что Луфи у нас лечиться как таковой не может, а количество лечащих аптечек с собой, их строго ограниченное количество. Приведу пример. Чтобы продолжить примерно что-то по новому сюжету делать, нужно набрать определенных очков, там что-то, по-моему, 2,5 тысячи. За каждый квест дают в среднем от 30, максимум, я видел, это 60 очков было. И то 60 очков, то есть это нужно довольно много времени убить на это дело. Вот и примерно, если посчитать, что за каждый квест у нас тратится довольно приличное количество времени, то нужно очень-очень... Так, давайте сидим одну аптечку. Да что ты будешь делать? Ну кто опять? Я только залечился, использовал аптечку. Нет, надо опять обязательно взять, оторвануть меня. Ладно. Я надеюсь, вот эта тут фарма на скором времени закончится, мне очень хочется уже начать проходить дальше по сюжетной линии. Потому что на самом деле все было круто, вот конкретно вот этого момента. Может быть, я сейчас чего-то там не понимаю, и город как-то расстройку нужно делать по-другому. Но я сколько ни бегал по городу, единственное, что недоступно, это вот эти вот мелкие квесты, которых очень много, очень много. И новый квест, там написано, что новый босс у меня и новая локация появится только после того, как я наберу определенное количество очков. Ну, ладно, не будем расстраиваться, на самом деле, то есть, ну... Единственное, что это просто заняло очень-очень много времени. Но все равно, рано или поздно, все это дело осилим. Так, я хоть туда иду в правильном направлении. А вот нифига я иду не в правильном направлении, тут пока заболтался. Рыбу ловить я не буду, у меня это уже в печени сидит. Давайте сейчас обойдем это место, где там был... Здесь, да здесь проход, вот он. Мне интересно все-таки сразиться с Ло. Ну, про него единственное, что скажу, что он Шичебукай, а бывший Шичебукай. И по сюжету One Piece он, на самом деле, у нас, насколько вступил в гиль... Как же это называлось-то, не в гильдию. В общем, сотрудничество вступило с командой Луфи. Ну что, говорит, человек, тигр, давай, говорит, сделаем это. Ну что, давайте посмотрим, на что он способен. Способность с ним довольно отравная, у него отвратная. Ой-ой-ой, вот о чем я уже и говорил. Уж не знаю, как это все показали в игре, но у него силу дьявольского фрукта. Притом довольно паршивая, то есть он может разрубать людей на части. Притом разрубать, и эти части будут живы сами по себе. Так. Да что ты делаешь? Так, будем лечиться регулярненько. Да, на уклонение в одной раз я просто не успеваю нажать. Да что же ты опять делаешь? Боже мой, боже мой, давай, уклоняйся, уклоняйся. Очень много приходится жать на уклонение, потому что он бьет довольно много. Вот, один раз нажал, второй раз не успел, третий раз успел. И одним ударом он не ограничивается, все. В принципе, достаточно только запомнить, что он делает целую кучу ударов. Моим накамом по команде урона он не наносит. Он наносит только по мне, по персонажу, которым управляю я. Поэтому за них можно не беспокоиться. В принципе, достаточно даже только уклоняться, они потихонечку его заклупают. Может, с одной стороны, это нечестно, но в принципе, довольно надежно. Данный персонаж очень довольно загадочен, потому что он себе на уме. Он когда-то работал на Дона Фламинго. Опять надо уклоняться. Вот, но он бросил его и почему-то стал помогать Луфи. Вроде как с целью сбросить Дона Фламинго, но точно неизвестно. Последние пару серий Ванфиса я немножко пропустил, прохалявил. Было немножко не до этого. Да что ты будешь делать? Я только делаю, что уклоняюсь. Благо у нас Санжи довольно шустро уклоняется. Да я же нажимал, уклоняюсь. Ну что, что будешь делать? В жизни, как у всех, боссов у него много. Вот способности он какие-то применяет очень-очень часто. Делать почти ничего не успеваешь, но... Ну, в принципе, по-моему, есть еще одна таблеточка, да. Но ее пока юзать не будем, это крайний случай. И делаем уклонение. Давайте, давайте, ребят, заколупаем его сейчас. Я перейду за управление Санжи, потому что у него накопилось очень много энергии. А, япона, мать, не дают ничего сделать. Ох, неплохо сняли. Делаем еще один такой же удар. Так, теперь за Луфи, потому что у него тоже все это дело накопилось. Уже сполна. Луфи у нас уклоняется довольно неплохо. Я тут пришел наступление. В команде нужно всегда таскать с собой одного лекаря. Это просто такое золотое правило. В серии у нас это будет довольно коротко, потому что как только мы забьем ло, этот квест прекратится, и опять там, по-моему, остались только какие-то рутинные квесты. Заново я уже убивал крокодайла, уже убивал еще какого-то босса. То есть просто повторное прохождение. Я не знаю, зачем это сделано. Попробуйте пройти, называется ее в другой какой-то вариации. Ну вот и все. Луфи у нас завершил это все последним ударом. У нас все повысились по уровню. Вот, довольно быстро, в принципе. Вот я почему обратил внимание на этот квест, потому что это единственный квест, который он нас давал, аж 120 этих чертовых очков. За каждый квест у нас дается всем по уровню, и мы выбираем награду. Награда здесь разная. Не знаю уже, насколько тут всякие вот травки и прочие эти тут. И различные способности. И сопротивление. Вот я, как правило, люблю очень апгрейдить Робин. Итак, сейчас посмотрим. У нас вроде ничего больше такого интересного не предвидится. То есть у меня уже целая куча квестов сделана. Я сейчас вам вкратце... Вот они, те самые квесты. То есть мне очень много квестов еще закрыто. То есть вот, видите, чтобы что-то новое сделать, мне нужно 2000 очков. За все это время я набрал только 1090, потому что получал по 30 очков за каждый квест. То есть, ну, примерно, представляете, сколько это квестов было. Вот, там были доставлены доступны какие-то новые квесты. Ну, они опять же будут уже... Ну, давайте, в принципе, посмотрим, вдруг что-нибудь интересное новое появилось. Если будет какой-то новый враг, может быть, даже сейчас я ему его и покажу. Итак, давайте у нас новое, 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 новое. Вот они, новые квесты. Итак, здесь у нас нужно перерубить 80 врагов. И нужно драться лишь одним бруком. То есть, опять же, без хела идти. Здесь у нас нужно собрать какие-то хреновины, 8 штук. На это дается 40 минут. Здесь у нас нужно, опять же, драться только двумя игроками. Это Робин и Фрэнки. И опять целая куча всего пособирай, принеси, подай. Вот и взаисание. Это у нас вообще нужно попривлять заодно Робин. Соответственно, нужно просто что-то найти. Очень-очень-очень скучно это все. То есть, единственное, вот этот квест был интересен тем, что новый враг дал хотя бы. Вот, а как видите, мне сейчас написано наверху Expand the Town. То есть, расстройте город. Видите, вот та часть города у нас сейчас не застроена. Вот, нужно вот это все выполнить, чтобы город начал, я так понял, расстраиваться. Потому что больше здесь нечем заняться. Смотрите, что происходит, когда я попытаюсь сейчас пойти просто на новую локацию. Ну вот, видите, у меня все те же самые локации. Новых локаций просто-просто нету. Ну, что поделать, я это все сделаю рано или поздно. То есть, я постараюсь это все сделать побыстрее. Ребят, не обижайтесь. Но таково требует игра. И времени на это убивается очень-очень много. Но рано или поздно все покажу вам. Кстати, я, скорее всего, сейчас приобрету уже вторую часть One Piece. До нее мы тоже потом доберемся. А пока что остается только ждать и надеяться. И я все это побыстрее все сделаю. Спасибо всем, кто меня смотрит. Ребята, не расстраивайтесь. Всем спасибо. Давайте всем пока. Итак, небольшое счастливое, наконец-то, дополнение к этой мини-серии, которая только что была, как только что, если быть точнее, она была несколько часов назад. Но я добавлю ее специально сюда. Я, наконец-то, расстроил этот чертов город. Все, я доделал все, что только было. У нас появилась целая куча каких-то мини-игр, которые, не сказать, что шибко интересные. Может быть, я даже что-то и покажу. Но самое главное, что, наконец-то, у нас появилась новая локация. Мы можем дальше продвигаться по сюжету, смотреть новых боссов, новые локации. И, вообще, наконец-то, игра дала движение следующее, на следующий уровень. Все, ждите новые серии, так что не расстраивайтесь. Скоро все будет. Спасибо всем. И еще раз давайте всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok